Здравствуйте, меня зовут Денис Соландин и я ведущий проекта «Перезагрузка на Первом городском». В преддверии Дня Защитника Отечества мы решили показать вам интересную историю нашего следующего героя. Все внимание на экран. Потомственный калининградец Александр Фролов сейчас работает заместителем директора по продвижению в IT-компании. А ведь еще совсем недавно его прельщал подиум. Он с удовольствием участвовал в различных экспериментах. Такого рода проект для меня в новинку, в первый раз. До этого у меня был опыт в модельном, скажем так, местном бизнесе. Но именно данный вид, формат программ для меня первый раз. Интересно действительно попробовать поучаствовать. 31-летний Александр в салон ходит раз в месяц. Кроме того, старается следить за собой. Несколько раз в неделю посещает секцию бокса. Ну, мне кажется, уже сейчас следить за собой для мужчины не зазорно. Поэтому, ну, не могу сказать, что я прямо дико увлекаюсь какими-то масками. Но, естественно, какой-то уход самый базовый, минимальный. Я за собой стараюсь следить. Поэтому, мне кажется, сейчас выглядеть хорошо – это норма. Для того, чтобы наш герой ощутил перезагрузку на себе, мы отправили его в место, о котором говорят мужчины. Сегодня Александра ждет масса сюрпризов. Но обо всем по порядку. Внешнюю перезагрузку мы доверили профессионалу. Знакомьтесь – барбер Игорь Дихор. Неповторимая классика для настоящих ценителей вкуса и стиля. Актуальная в этом сезоне – укороченная стрижка для Александра. Для того, чтобы не терять времени и поскорее избавиться от темных кругов под глазами, на несколько минут под глаза наносим специальные патчи. Я убрал бокаты, сделал их короткими. Это для того, чтобы целый месяц ходить и потихонечку обрастать, чтобы волосы не лезли на уши, медленнее обрастала шея. Сверху я оставил чуть побольше длины. Сделал это для того, чтобы можно было ее укладывать. Будет зачес такой больше назад. И вот я сделал укладку. И не дай бог, сейчас там ветер или кто-то там взял и испортил нашу укладку. Все раз в разные стороны. Что делать? Петипалая расческа, пару штрижков по волосам и все. Прическа готова. Приступаем к оформлению бороды. Убираем ненужную длину, делаем окантовку и наносим специальное средство перед бритьем, которое смягчает волос, благодаря чему гость не чувствует никакого дискомфорта. После этого нанес горячее полотенце для распаривания лица, чтобы волос приподнялся у корня и его было проще сбривать. Но и это еще не все. Заметит, здесь у него ниже подберойка растут темные волосы, ближе к губам усам и вот у щек растут белые волосы. Мы сделаем так, что цвет его будет такой же, как внизу. Сегодня раскрываем все секреты. Камуфляж бороды – достаточно распространенная процедура. Тон держится почти месяц, при этом выглядит вполне натурально. Поэтому никто никогда и не догадается, что вы используете подобную хитрость. Советую, скажем так, если борода не длинная, пользоваться бальзамами для бороды. Они вытягивают ее, ухаживают за ней, питают кожу, питают волосы и убирают торчащие волосы. Тем, у кого борода длиннее, чем у нашего гостя, советую пользоваться маслами, потому что они лучше проникают к коже, к корням волос и лучше питают. Все парни в городе знают – барбершоп «Вилмейт» обеспечит роскошный прием, а профессионалы не упустят ни одну деталь. У нас, помимо того, что мы оказываем услуги, скажем так, стрижек, да, оформление бороды, полного бритья, у нас еще есть много спа-процедур, таких как черная очищающая маска, которая полностью чистит лицо. Это золотая маска, которая омолаживает, которая разравнивает морщины и питает кожу. И еще несколько различных процедур, в том числе и удаление волос воском, и вот как раз кипач под глаза, то, чем мы и пользовались, и очистка лица скрабирующими средствами. Не стоит верить на слово. Загляните сюда и проверьте все на себе. Попав однажды в барбершоп «Вилмейт», вам не захочется отсюда уходить. Премиум-услуги доступны, а вы этого достойны. У нас есть постоянные скидки, это такие, как, там, если кто-то привел друга, да, вы вдвоем подстриглись. Также абсолютно каждому гостю мы выдаем карты лояльности, на которые копятся баллы, которые можно списать в последующие разы. У нас есть карточка с 10 стрижками, где последняя в подарок дается. Вот и наш герой, помимо основных подарков, получил карту постоянного клиента. Мне кажется, кроме стрижки волос и бороды, я здесь сделал все в первый раз. Спасибо Игорю, потому что это было очень круто, профессионально и максимально меня расслабило и погрузило в какой-то релакс. Это очень насыщенная программа, на самом деле. И после данных процедур еще немножко нужно так в себя прийти, потому что это было очень здорово, необычно и профессионально. Огромное спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, сюрпризы продолжаются. Александр, судя по тому, что вы переоделись в форму, можно назвать это так, а я нет, значит тренироваться будете вы. Мы не случайно приехали в фитнес-клуб Атлетика, потому что здесь сейчас у вас будет персональная тренировка. Саш, привет. Сегодня мы проведем с тобой тренировочку по системе фуллбадди. Прокачаем все тело потихонечку, настроим тебя к дальнейшим тренировочкам, чтобы сейчас было комфортно. Иван Янушкевич. Персональный тренер, мастер спорта России по пауэрлифтингу. На основе того, что мы пообщались с ним, было принято решение провести тренировку в таком формате. Подобраны упражнения таким форматом, чтобы большая мышца отработала, затем отработала маленькая группа мышц для более быстрого восстановления организма. Почему круговая тренировка? Потому что если бы сегодня была изолирована сделана какая-нибудь определенная группа мышц, то в ближайшее время принесла бы кучу-кучу-кучу негативных эмоций. Такие как болевые ощущения в мышцах, возможно какие-то небольшие растяжения, микротравмы. В данном формате мы полностью минимизировали какие-то либо повреждения для организма. Эта тренировка имеет несколько направленностей. Ее если использовать в интенсивном, но в повторном формате, можно использовать как жиросжигание, повышение выносливости тела организма в целом. Либо же на начальном этапе для того, чтобы подготовить организм для дальнейшей нагрузки. Причины идти в тренажерный зал могут быть разные. Сбросить лишний вес, набрать массу, подкачаться или просто для того, чтобы следить за здоровьем своего тела. Необходимо заниматься с персональным тренером. Профессионал подберет для вас программу питания и тренировок и будет следить за правильностью выполнения заданий, чтобы вы себе не навредили. Я занимаюсь на самом деле боксом, но могу сказать, что это немного другие ощущения, потому что на своих тренировках я затрагиваю другие мышцы, группы мышц. Здесь благодаря Ивану я почувствовал боль и в принципе мышцы почувствовал те, о которых я давно и забыл. Здесь мне очень понравился именно подход и программа, поэтому очень хороший опыт. Всегда готовы видеть новые лица, рады им и помочь всем, чем можем. Фитнес-центр «Атлетика» – это просторный и стильный тренажерный зал, оборудованный самыми современными тренажерами, а также широкий спектр групповых программ для различного уровня подготовки. Йога, пилатес, детский фитнес. После тренировки возможно посетить сауну и подзагореть солярии. Займитесь собой, записывайтесь в фитнес-центр «Атлетика». Подробная информация в инстаграм «Атлетика39» и по телефону 310303. После персональной тренировки с фитнес-инструктором мы решили Александра отправить к нашим друзьям в эстетику тела. Прямо сейчас его ждет массаж. Сегодня для нашего героя мы подготовили спа-программу «Сила Кет». Александр вернулся к нам из спортзала, поэтому для него мы подготовили спа-программу, которая будет очень актуальна. Кетровая бочка позволит расслабить мышцы, а также укрепить иммунитет, что очень актуально на сегодняшний день. Бочку я могу сравнить с посещением классической бани, но в отличие от бани, головы находятся наружу, поэтому я дольше мог в ней лежать, то есть тело все было полностью прогрето, мышцы все расслаблены, при этом голова находится снаружи, поэтому можно лежать-лежать и просто заснуть, немного подремать. Юрий Александриев, массажист-эстетист. Центр красоты и здоровья «Эстетика тела». По программе Александру был сделан классический массаж всего тела. Его очень хорошо сочетать с тренировками, как до тренировки, так и после тренировки. После тренировки, соответственно, для того, чтобы расслабить мышцы, перед тренировкой, для того, чтобы подготовить их. А после произошло непредвиденное. Пока наш герой спокойно дремал, специалисты Центра красоты поставили ему 18 банок. После массажа Александру поставили банки, которые улучшают циркуляцию крови и снимают мышечный спазм. У меня целый букет ощущений. Но мне сравнить мало, с чем можно. Банки в первый раз составил, но после них сейчас я чувствую полное расслабление, релакс. Мне просто хочется здесь уснуть, чтобы мне часов 10 никто не будил. Вы можете побаловать не только себя, но и своих близких, подарив им подарочные сертификаты. А организации могут поздравить своих сотрудников в преддверии приближающихся праздников. Приходите, будем вам всегда очень рады. Записывайтесь в Центр красоты и здоровья. Эстетика тела. Будкова-1. Спасибо программе Перезагрузка за то, что меня полностью преобразили, меня прокачали. После этого хорошенько размяли. Спасибо отдельно за новые ощущения и абсолютно новые эмоции. Я вам очень благодарен. Смотрите Первый городской. Всем спасибо. Всем пока. Это был проект Перезагрузка на Первом городском. Увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok